Современный мир становится все более компьютеризированным. Большинство людей, даже пожилого возраста, сейчас пользуются смартфонами, дающими круглосуточный доступ в интернет. Благодаря цифровизации значительно расширились возможности онлайн-оплаты коммунальных счетов, покупок. В разы упростилось получение многих государственных и муниципальных услуг. Что касается последних, для удобства жителей создан единый ресурс – Портал Госуслуг. Для чего он создан и какие возможности открывает, смотрите в следующем материале выпуска. Портал Госуслуг – это единый ресурс, где один раз зарегистрировавшись, вы получаете доступ ко всем государственным и муниципальным услугам сразу. Он работает круглосуточно, без праздников и выходных, а все ваши данные, которые хранятся на портале, надежно защищены государством. Зарегистрировавшись на Госуслугах и получив учетную запись, вы можете, не выходя из дома, оформить документы на замену паспорта или оформить загранпаспорт, записаться на прием к врачу, в детский садик или школу, подать заявление на получение выплат по уходу за ребенком или другой социальной помощи, узнать о штрафах ГИБДД, начисленных налогах и оплатить их, подать налоговую декларацию, проверить состояние своих пенсионных накоплений, поставить или снять с учета транспортное средство, зарегистрироваться по месту пребывания и многое другое. Список услуг постоянно дополняется. Для того, чтобы пройти регистрацию или, другими словами, создать свой личный кабинет, понадобятся паспортные данные, номер СНИЛСа, телефон и работающая электронная почта. Порядок регистрации следующий. Зайти на портал госуслуг, госуслуги.ру, найти раздел «Зарегистрироваться», ввести свои данные. Когда вся информация внесена, нажать «Зарегистрироваться». Вам на телефон придет СМС с кодом. Его нужно будет ввести в открывшемся окне и нажать «Подтвердить». Тем самым портал проверяет правильность вашего телефона и то, что регистрируется реальный человек. Далее необходимо придумать пароль. Лучше использовать и буквы, и цифры, и желательно не короткие, минимум 10 символов. Теперь нужно ввести свои персональные данные. После заполнения нажимаем «Сохранить». После этого система начнет проверять данные. На это уйдет примерно минут 10. Далее укажите о себе как можно больше информации. Это нужно, чтобы пользоваться большим видом услуг. Следующий шаг – подтверждение своей личности. Для окончания регистрации нужно зайти с паспортом и с НИЛС в отделение МФЦ – отделение банков-партнеров. Если вы являетесь клиентом Сбербанка, Деньковбанка или Почтобанка – это партнеры госуслуг. И вы подключены к онлайн-банку этих учреждений, то завершить регистрацию можно и через личный кабинет любого из этих банков. С порталом при получении муниципальных и государственных услуг есть возможность немного сэкономить. Дело в том, что при оплате через этот сервис государственных пошлин цена снижена минимум на 30%. Кроме того, при получении какой-либо услуги вы получите уведомление на телефон или электронную почту. Другими словами, в реальном времени будете отслеживать весь процесс предоставления услуги. Если вы еще не зарегистрировались на портале госуслуг, самое время это сделать.